Что мы знаем о людях, которым пришлось пройти через все тяготы Великой Отечественной войны? Не только о тех, кто ценой собственной жизни защищал свою родину, но и о тех, кто в трудные времена продолжал трудиться, учиться, заниматься любимым делом и просто жить. Таких историй невероятное количество, и каждая из них особенная. Акция про героя, которая стартовала в Подмосковье ровно за сто дней до юбилея Великой Победы, дает возможность нынешнему поколению увековечить память об участниках и свидетелях войны. Любой желающий может рассказать о своих родных, воевавших на фронте, в партизанских отрядах или работавших в тылу. Специальные видеозоны, где можно записать свой рассказ, обустроили во всех областных библиотеках. Нужно прийти в библиотеку, в любую библиотеку городского округа, и библиотекарь расскажет, какие документы надо подготовить. Это и отсканированная фотография. Если у человека нет такой возможности, библиотека ему поможет сама. Это также надо будет заполнить документы, соглашение об обработке персональных данных и какие-то данные анкеты. В дальнейшем все видеопортреты разместят на интерактивном панорамном экране в мемориальном зале нового музейного комплекса «Зоя», который откроется ко Дню Победы в Подмосковье. В день старта акции, инициатором которой стало Министерство культуры Московской области, в Шелковской центральной библиотеке уже собралось несколько желающих поделиться историей своей семьи. Решил принять участие, потому что мой отец участник Великой Отечественной войны. Он был призван в армию в 1938 году, а демобилизован был в 1946. То есть в 8 лет отдал нашей любимой родине. Принять участие в акции «Про героя» может человек любого возраста. Главное – заранее подготовиться. Хронометраж видео составляет ровно одну минуту. Так 10-летний житель Щелкова Юра пришел, чтобы рассказать о своем дедушке. Он в свои годы пошел на войну, из-за того, что он окончил 10 классов, потом пошел на войну, на фронт сам, его никогда не заставлял. Если вы тоже хотите принять участие в мероприятии, то отправляйтесь в ближайшую к дому библиотеку. Акция продлится до 31 марта. Мария Буржинская, Александр Рожевский, Щелковское телевидение.